Здарова, ребята, это новый ролик, и в этот раз я, как обычно, придумал что-то интересное. То есть, по-любому, вы знаете, есть такие всякие билборды, постеры, на которых много рекламы. Будь то Coca-Cola или всякая подобная тема. McDonald's, KFC, неважно. И то есть сегодня на протяжении 24 часов мы будем покупать все то, что будем видеть на этих постерах. Может, возьмем машину, дом, квартиру, или возьмем кредит, допустим. Что-то такое, то, что мы увидим. Ну, конечно, все в пределах разумного, понятное дело. Поэтому мы сейчас отправляемся уже на поиски вот этих постеров. Будем видеть то, что на них нарисовано, написано, разрекламировано, и будем это все покупать. Не хотелось бы ничего видеть дорогого на билбордах, потому что, сами понимаете, это большие траты, и не хотелось бы тратить деньги. Да, знаете, ребят, какой-нибудь там может попасться в магазин, допустим, Ferrari. То есть, прикиньте, придется потратить миллионов 20 чисто на машину, чисто на этот ролик. Поэтому будем искать какие-нибудь адекватные. Но если попадется Ferrari, опять же, либо какие-то спорткары, придется купить, потому что челлендж. И вот, наконец, спустя продолжительное количество времени мы, наконец, смогли найти этот билборд. Да, ребят, чтобы вы понимали, мы буквально полгорода обошли в поисках вот этих нормальных билбордов, потому что в основном там что-то такое неопределенное. То есть, допустим, просто название магазина, прям таких конкретных билбордов в классическом понимании не было. И вот спустя дохуя количество времени мы нашли вот этот вот билборд KFC. Сейчас идем брать Chicken Pit'у за 189 рублей и отправляться уже искать следующие билборды. Но я могу сказать то, что я рад, потому что мы сможем подкрепиться. Как я уже до этого сказал, мы пару часов ходили, никаких не было. Вот первый билборд, берем Chicken Pit'у в KFC. Ну все, ребят, вот мы взяли Chicken Pit'у и только выходя из KFC обнаружили новый, следующий, второй постер. Вот этот. То есть, второй постер у нас сегодня искусная точка, реклама чизбургера. Я на самом деле еще ни разу не пробовал данную позицию, да и в принципе не хавал в этом заведении. После того, как закрыли мак, я там еще не был. Как раз заценим, что там вообще готовят и вкусно ли это, и похаваем еду второго постера за сегодня. Закупили мы две позиции, вот этот Chicken Burger из Макдональдса, ой, то есть из вкусной запятая или вкусной точка. И Chicken Pit'у, которая, к сожалению, упала на пол, сейчас это все из-за теста. Первое то, что у нас есть, это вот это вот Chicken Pit'а с первого билборда. Выглядит так, но прикольно выглядит, не знаю, на вкус надеюсь тоже прикольно. Ярик говорит то, что неплохая штука, но я могу сказать то, что это не просто неплохая, а прям такая хорошая, потому что свежий летний соус, огурчики. И мы повелись на этот билборд, мы купили, и оно оказалось нормально. Именно, знаете, такой сезонный хит из даты тема. Следующий у нас из второго билборда Chicken Burger. Да, я могу сказать, это классика. Это абсолютно то же самое, что раньше в Маке было, просто теперь под новым брендом вкусной тире, хотя название самого бургера осталось прежним. Chicken Burger. Типа он, блядь, он и в Африке Chicken Burger. Типа норм тема, когда у вас нет денег, 49 рублей закидывайте в Мак, или какое там у вас заведение есть, хавайте вот эту тему, как обычно, лайк. Ничего не изменилось особо. То есть, знаете, я не заметил такой хуйни, как пишут в интернете, то, что там, допустим, булка с плесенью, или еще какие-то там черви, там, опарыши, глисты. Вроде все норм. Да, тот самый Chicken Burger, что и был 3 месяца назад. Короче, ребят, мы сейчас шли вдоль дороги, тут, то есть, какая-то дикая трасса, и наткнулись за полтора часа на единственный следующий нормальный постер. То есть, тут первое, что есть, это вот окей, мясо, помидоры. Тоже берем на заметку первое. Второе, то, что мне уже очень нравится, Балтика 0. Вот за этим мы будем тоже охотиться сегодня искать. Третье, ну, тут какая-то реклама дорожного движения, это мы берем, не берем в учет. Третье, то, что тут есть, это мороженое с золотой стандарт, которое нужно обязательно купить в Мариера, потому что партнер, это реклама Мариера, ищем Мариура. С этой стороны здесь есть синьков инвестиций, на которых написано то, что можно выиграть золотой слиток. Я не знаю, может реально заинвестировать и выиграть слиток, как один из подписчиков в прошлом ролике, когда мы разыгрывали платин. Он, кстати, получил свой приз для тех, кто не знает. Вот его фотка, он красавчик. Поэтому, ребят, если хотите тоже какие-то розыгрыши, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка внизу. Но если быть серьезным, мне кажется, то, что вот эта вот штука с инвестициями особо неуместна и особо неинтересна в данном видеоролике. Поэтому мы будем искать какие-то товары, либо услуги, которые мы можем применить прямо сейчас в лайве. То есть вам вряд ли будет интересно, как мы, блядь, сидим в телефонах, тыкаем и инвестируем, и всякой этой хуйней занимаемся. Ну все, ребят, спустя еще огромное количество времени мы, наконец-таки, нашли первый продуктовый магазин. Сейчас мы будем брать третий уже, получается, за сегодня товар. Это Балтика 0, потому что мы до этого тоже заходили во всякий магазин, и там не было данного продукта. А здесь он есть, вот он, еще и холодный. Это отличное предложение. Балтика 0 без алкоголя, отлично, чтобы не бухать и при этом выполнять задания с нашего челленджа. Ну и вот по традиции, как и до этого, будем все пробовать. Да, ребят, мы хавали бургеры. Первый, второй. Сейчас взяли Балтику нулевку. К сожалению, сегодня мы нашли только три постера, но это не конец, потому что мы продолжим следующие дни искать. Возможно, в другой город поедем, там будем искать, потому что у нас тут мало постеров. Следующее, после пива этого, мы отправляемся замороженным Мариура. Ну а потом, если что-то встретим, будем все брать с постеров. Что, как тебе? Обычное безалкогольное пиво, я такое тысячу раз пробовал. Ну это, знаете, как обычное пиво, только чуть сладкое. Ну да, нормально такое. Ну обычное, типичное безалкогольное нефильтрованное пиво. Ну типа никакой особенности нет, это, если вы, допустим, не пробовали безалкогольное пиво, но пробовали обычное, это примерно то же самое, только чуть сладкое, как будто туда сахара въебали или карамельного сиропа. Вот если без шуток, ребята, огромная проблема заключается в том, что в нашем городе очень мало всякой рекламы. То есть это, знаете, не Таймсквер, где там Кока-Кола, Спотифай, Макдональдс, все подряд. Здесь как-то всего мало, но тут, блядь, типа вот такое есть. Купим квартиру за три дня. У меня нет квартиры, чтобы я мог воспользоваться этим билбордом. И в основном тут все такое, там займы, кредиты, а оно мне нахуй не надо. Тогда это видео превратится уже в следующую серию, когда за нами гонятся коллекторы и вся эта хуйня, поэтому мы, типа, берем такие вот базовые товары, я не знаю, может что-то, типа, знаете, чехол на телефон, парикмахерскую, но пока что мы такое не встречали. Если мы встретим, обязательно это все снимем, потому что мы будем снимать это даже больше, чем 24 часа, которые я изначально сказал. Вот мы, наконец-таки, добрались до Марира, вот он, тот самый айтем, который мы искали, потому что Марира не так было просто и найти, потому что их мало где можно встретить. Вот мы здесь, берем это мороженое, сейчас будем пробовать, потому что на билборде была сказана такая заманчивая реклама, на самом деле, ну и, типа, мороженое хорошее должно быть. Настал момент тестить это мороженое, я могу сказать, что я давно его не ел, типа, его пробовал в детстве, возможно, оно сейчас изменилось, потому что есть такая тенденция, то, что раньше, допустим, товар был хороший, ты его любил в детстве, берешь, а оно уже что-то не то, типа, вроде то, но уже вкус какой-то хуёвый. Без пиздежа, без всякой этой темы, особо оно не изменилось, прям как в детстве, типа, обычно мороженое, самое классическое, белое, без всяких вкусов, нормальное. Ну и стоит оно тоже нормально, рублей 60-70, тогда, когда я раньше брал, оно рублей 25-30 стоило. Мы нашли одно очень интересное рекламное предложение, а именно замена ТикТоку, блядь, в России. Вот оно. Короче, мне кажется, это максимально интересно, снять такую тему, то, что её даже скачать, и протестировать, как там что снимается, какие-то там тренды вообще, и, типа, посмотреть, смогу ли я там стать популярным, сняв всего одно видео. Типа, мы сейчас это узнаем. Вообще, что она из себя представляет? Вот эта реклама, мне уже кажется, гораздо интереснее предыдущих, потому что мы там просто хавали еду, потом брали, ну, какие-то товары. Здесь уже что-то такое, то, что нельзя потрогать, какая-то услуга, типа, в сети интернет ещё. То есть я скачал эту тему, мне на самом деле интересно, что могут предложить, типа, как аналог ТикТока, или что вообще это такое. Возможно, это как Ютубчик будет, типа, полноформатный такой. Но сейчас глянем, типа, реально интересно, что они могли придумать там. Бля, честно сказать, это, знаете, ТикТок на минималках, то есть в ТикТоке кринж, понятное дело, но там можно что-то найти для себя, то, что тебе нужно, на какое-то именно узконаправленное видео, которое тебе понравится. Здесь прямо именно, знаете, самые, блядь, кринжовые моменты из ТикТока, блядь, собраны здесь. Но чтобы полностью затестить вот эту видеоплощадку, видеоплатформу, я хочу туда снять вот это вот видео, как они, типа, делают этот ролик, такой же. Вот тогда мы уже оценим возможности данной проги. Правда ли тут такое может зайти? Ну, тут у чуваков один лайк, я думаю, если мы снимем такое, хотя бы два лайка соберём, это уже какой-то успех. Фух, чуваки, это пиздец какой угар. Сейчас, короче, в этой же теме прям всё и смонтируем, закинем на интернет, посмотрим, что вышло. Ну, выглядит невероятно какое-то, знаете, авторское кино, короче, абстракция лютая. Типа, можно отправлять вот это видео на фестиваль фильмов вот этих странных. После 10-секундного монтажа можете, пожалуйста... Короче, ребят, строго не судите, старались очень сильно, посмотрите, что у нас получилось. Такого ещё нужно додуматься. Вот эти чуваки нам хорошую идею подкинули, которые сняли школьники. У них более гениальный, потому что у них вот так вот на полэкрана у нас такой, знаете, ещё под массовый рынок сделанный. Поэтому сейчас ждём какое-то время, посмотрим, сколько лайков может набрать этот шедевр. Так, ребят, очередной билборд за сегодня. Мы пришли в свою любимую ленту по классике. И там сейчас скидки на школьные товары. То есть, знаете, тетрадки, учебники. Наконец-то не иду берём, идём вот покупать что-то из школьной программы. Там, может, учебник возьмём или книжку, или ручку. Вот, ребят, мы уже в ленте, сейчас будем выбирать школьные товары. Чё, чувак, думаешь, возьмём? Я думаю, по классике взять, типа, не нужно ничего выдумывать. Что первое необходимое для школы, это одна тетрадка и одна ручка. Типа, зачем брать учебники, только спину грузить себе? Берёте тетрадку, пиздуете в школу и в одной тетрадке просто на разных страницах пишете все разные предметы. Помимо тетрадки мы ещё взяли вот этот набор ручек, всё оплатили. Сейчас будем это всё тестить по традиции, как и всё мы это делали за этот ролик. Что нам нужно? Мы как будто в школе, сейчас будем учиться правописанию, потому что тетрадка-то у нас по русскому языку, будем учить... Первое правило, которое нужно обязательно всем знать, кто изучает или кто хочет изучать русский язык, жиши пишется с буквой И. Ни в коем случае не пишите букву И, жизнь, слово жизнь. Вот, возможно, вы хотели бы написать букву И, но так делать категорически нельзя. На этом первый урок по русскому языку закончен, встречаемся завтра ровно в это время, спасибо за урок. Ну а так, если серьёзно, то эта тетрадка классно работает. Здесь уже можно математикой заниматься, на второй странице тут химия. Короче, вот так делаете, ручки тоже прикольные, самые дешёвые. Берите самые дешёвые, потому что они обычно теряются или кто-то их просит, а потом не отдают. Короче, идём искать следующий билборд. Так, ребят, мы нашли новый билборд, на этот раз у нас опять не еда, а товары для сада, для огорода. Это, не знаю, что-то типа, возможно, грабли будут, лейка там или лопата. Ну, короче, вот этот вот билборд гласит именно об этом, товары для уборки урожая. Ну всё, мы на месте. Что мы нашли? То, что я и говорил. Отлично для полива огорода, полива там газончика, сада. Будь какие-нибудь вы грибы выращиваете или цветы, или хоть чего угодно вы выращиваете. Штука нужная. Особенно вот сейчас, в преддверии осени. Чтобы по классике затестить товар, нам нужно найти какие-то растения, будь то цветы, ну или вообще что угодно здесь растёт, клумбы, короче, какие-то. Я сюда набрал воды. Сейчас будем проверять, как это работает, тема для сада. Вот смотрите, вот такая без поливки, вот такая с поливкой. Завтра придите, посмотрите. Вот увидите здесь огромные цветы, которые разноцветные, такие красивые очень. Поэтому, лейка вещь нужна. Чувак решил полить эту траву, никому не нужная, просто каким-то обычным кипятком, и он думает, что ты из неё вырасти. Кстати, ребят, возвращаясь к тому приложению, которое я скачал и залил туда первое видео, на нём уже набралось 60 просмотров, а если быть точнее, то 59. И могу сказать то, что этот артхаус, который мы сделали, переделали прошлый видос каких-то ребят, не зашёл в большой аудитории, поэтому это только отправлять на фестиваль у такого специального кино. Ну, короче, но мы в любом случае это всё затрестили, отправляемся дальше. Я, кстати, еду в Астану, и я думаю, там что-то подснять. Поэтому, ребят, здесь мы прощаемся, смотрите, хоп. Ребят, я продолжаю искать билборды, сейчас я нахожусь в Астане, и поэтому, я думаю, здесь будет намного больше разных билбордов, которых у нас нет в России. Может, что-то интересное, возможно, там реклама Кумыса или что-то подобное. То есть, я надеюсь на какие-то необычные билборды и хотя бы на их наличие, потому что в Новосибирске, когда мы их искали, их было сложно найти, их было мало, было тяжело. Первое место, в которое я отправляюсь искать рекламу, это вот такой вот торговый центр, а именно самый большой в мире шатёр. То есть, я про него слышал, он огромный торговый центр, и там по-любому, блядь, по-любому должна быть реклама, много рекламы. Потому что смысл туда ходить, если ты не можешь ничего, не хочешь, точнее, ничего купить. Тебя должны заставить купить этой рекламой. Вот я для этого туда иду, вдруг там какие-нибудь шмотки будут, либо еда, опять же, посмотрим, посмотрим. Мы до сих пор не смогли найти никаких билбордов, но мы не отчаиваемся и решили немного раздречься. Короче, мы увидели тут такую тему, прозрачный пол и стёкол. Андрей говорит, ты не боишься там ходить? А я говорю, я не боюсь там ходить. И типа там прыгают дети, он говорит, слабо прыгнуть? Я говорю, нет. Сейчас и проверим, будет ли тут что-то из пункта назначения, или всё-таки я выживу. Думаю, что есть вероятность туда провалиться. Сейчас я провалюсь, и ты не запишешь это вообще. Такой я. Да, это не совсем безопасно, потому что она что-то трясётся немного. Типа, одно дело, когда дети прыгают, они весят по 15-20 килограмм, а одно дело, когда вот это вот центнер, блядь, ещё и после Макдональдса. Короче, не безопасно, но тем не менее весело. Всё ещё ищем билборды, вот просто посмотрите, как тут выглядит, ни одной рекламы нет. То есть просто магазины и всё. Ну типа, вот. Так, ребят, мы обошли этот весь торговый центр, зашли в супермаркет, чтобы уже что-то взять и попить. И тут, откуда ни возьмись, реклама Кока-Кола. Это, мне кажется, идеально подходит под наш челлендж вот этот. Берём Кока-Колу. К тому же, у нас в Рашке данного айтема нет, а здесь есть. Вот он, старый добрый айтем, которого у нас тоже уже сложно в Рашке достать. Это, знаете, реклама мне напомнила то самое, блядь, как на Таймсквер. Постоянная реклама Кока-Колы. Такой похожий был вайп. Ну плюс других постеров не было, честно сказать. Мы вышли вот на такую вот потрясающую площадь, чтобы затестировать старую добрую Кока-Колу. Это как и раньше охуенно. То есть ничего дополнить особо я не могу. Кока-Кола есть Кока-Кола. Она и в Казахстане Кока-Кола, и в Африке Кока-Кола. Важное замечание Кока-Колы здесь стоит всего лишь 35 рублей, что тоже важно. Но больше мне нравится не эта кола, а то, что вокруг меня потрясающий вид. И это, ну просто сами посмотрите, небоскребы, как будто Америка, ребят. Классно здесь. Вот типа сзади вот этот торговый центр, в котором мы были. Блядь, не видно, вон он. Бьем колу, кайфуем. Продолжаем искать постеры и билборды. Нашли следующий билборд. На этот раз печеньки Рафа. Вот они, такие всякие разные. Я думаю сейчас залететь в Дукен, то есть в местный магазин, так он называется на казахском. И выбрать печеньки Рахат, которые с этого билборда прямиком захавать, поратестить, как они на вкус. Ну типа я Рахат пробовал товары в Рашке, типа у нас какие-то привозят. Но таких печенек у нас нет. Поэтому я думаю, это еще интересный будет обзор на эти печенья. Пойдем сейчас поищем. Надеюсь, быстро найдем. Нашли магазин, сейчас будем спрашивать, есть ли у них вот эти печеньки как из рекламы. А у вас есть печенье Рахат, как из рекламы? Блядь, я думаю, лучше пойти в большой супермаркет. Таких маленьких, что-то нет их. Мы нашли следующий постер, который мы можем тоже опять же купить. Пепси. Пепси отличный продукт. Здесь он тоже есть. Я не знаю, этот видос превращается просто в какую-то дегустацию напитков и всякой еды. Но, блядь, сори, мы не можем типа делать всякие дорогие постеры. Тут я видел, продают квартиры и всякое что-то дорогое, типа кредиты. Поэтому ищем такие. Если будет какое-то адекватное предложение не из еды, то тоже обязательно это возьмем. Так, ребят, взял я в местном мини-маркете тут около нашего отельчика Пепси. Мы наконец-то доехали, потому что мы, блядь, короче, попали в неприятную ситуацию. То, что там, блядь, всю дорогу перекопали. И вот сейчас уже стемнело, мы только доехали. Я думаю, ничего необычного они вряд ли мне могут предложить, потому что все пробовали Пепси. Я тоже тысячу раз пробовал, но билборд такой был, поэтому нужно обязательно попробовать. Классика. Я, кстати, честно сказать, не понимаю отличия между Пепси и Голлой, если вы, допустим... Короче, напишите в комменты, что вам нравится больше, потому что я, честно, лично сам не понимаю, что из этого лучше, что хуже. Типа, мне кажется, просто одно и то же. Я обошел буквально магазинов 10. Я вот сейчас вот этим всем занимался. Каждый магазин заходил, спрашивал, есть ли у вас печенье Рахат. Нигде его не было. И вот, в огромном таком супермаркете, наконец-таки победа. Я взял со сгущенкой, прям как в той рекламе. Были там разные вкусы, вот это именно из этой серии. Тут современный дизайн и вот эта вот картинка, которая здесь нарисована, достаточно меня может так заманить, чтобы я это попробовал. Мне вот реально хочется это попробовать. Открываем. Это как овсяные печеньки, обычный самый среднестатистический, плюс еще со вкусом сгущенки. То есть это в разы круче, чем просто овсяные печенья. А так ничего особого, как и, в принципе, любая еда. Вот каким-то таким получился этот ролик. Я покупал на протяжении не 24 часов, а огромного времени все то, что было на билбордах. То есть мы хотели изначально это все делать за один день, но в итоге это затянулось. Мы снимали в Рашке сперва тоже несколько раз, всякие прикольные штуки покупали. Потом я отправился сюда, продолжил, сделал такую небольшую бонусную версию, поискал, что здесь есть на билбордах. Ну и вот на такой уже ноте можем заканчивать. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Можете влеплять лайки, написать комменты. Типа, возможно, в другой раз будем уже покупать все то, что было дорогое на этих билбордах. Машины, квартиры. Но для этого нужно подписаться и написать коммент, что вы ждете этот ролик. Поэтому скоро новый видос по традиции. Это все говорят надолго. Не прощаемся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok